Потому что, как я понимаю, есть развитие по делу Ефремова, здесь как-то это никак не заканчивается, вся эта мелодрама. Александр Ильич, я сегодня столько начитался уже и о вас, и уже, что вас сейчас поменяют, и уже, что сейчас вот другое, и то, и все. Рассказывайте, что принес сегодняшний день? Смотрите, значит, действительно, это какая-то история, сериал какой-то мы живем, да? Значит, вчера началось с фантазии, вчерашний день начался с фантазии, что семья решила принять деньги от Ефремова, и будет какое-то там мирное урегулирование вопроса. Я был немножко в шоке, потому что абсолютно все члены семьи мне говорили обратное. Мне пришлось утром сегодня, а вчера было, кстати, 9 дней, да, поэтому не было связи вчера, и нормально совершенно, мне пришлось утром сегодня отправить запросы, смс-ки, сообщения в вдове Маргарите, это официальная жена, как бы, да, и брату. В чем я довольно сознательно ставил острый вопрос о том, что вот ходят такие слухи в семье, будируется, что вы отказались, что вы, вернее, решили взять деньги, и напишите мне, потому что я, ну, собственно, как ваш представитель, адвокат должен об этом что-то знать. Да, я вот как раз показываю людям вашу переписку, да. Да, спасибо. Ответ был настолько категоричный, настолько, знаете, шокирующий для всех людей, которые врали по этому поводу. Значит, нет, никогда мы ничего не изменили, ни Маргарита, ни брат покойного. Мало этого, в этой переписке осознательно, я знал, что до этого дойдет, поэтому я осознательно попросил у них разрешения о том, чтобы эта переписка моя с ними была опубликована. Ну, собственно, что вы, Владимир, сейчас и делаете, за что я вам говорю большое спасибо, чтобы все знали, что врать, в общем, не Гоша. Но тут появилась следующая вещь. Оказывается, значит, у Маргариты появляется новый адвокат, и этот новый адвокат, да, и Маргарита теперь становится, знаете, это просто уму непостижимы, насколько вообще наш народ юридически девственен. Ну, нельзя же этим пользоваться, потому что мы все-таки можем что-то разъяснить. И вот появилась новая совершенно несуразная мысль о том, что теперь в дело вступит с новым адвокатом вдова, и она отодвинет всех остальных потерпевших. Это вообще откуда, что? И все начали благополучно верить, схватили за эту мысль и так далее. Значит, у нас может быть потерпевших сколько угодно, у него дети, у него вдова, у него брат, они все потерпевшие. Мало это я вам скажу, что потерпевшим может, а я думаю, что и будет, компания, которой принадлежала машина, на которой покойный Сергей Захаров ехал, и от машины остался, как вы видите, там грудой металлолома, да, и это нормально, если юридическое лицо, вот эта компания, у которой потерялась, погибла машина, да, не говоря уже о том, что погиб их, по-моему, лучший работник в этой области, да, выставит свои требования, свой гражданский иск предъявит на суде. У нас могут быть абсолютно все. Мало этого, знаете, это настолько смешно, я попросил свою коллегу, которая вместе со мной работает, замечательный адвокат Ирина Хайрулина, чтобы она вместе со мной участвовала в процессе, потому что действительно процесс будет сложный, и вот мы с ней вдвоем будем представлять интересы Маргариты, вдовы, и тут же появилось, что вот появился новый адвокат, теперь все, всем будет заправлять Маргарита, и вообще все закончено. Все это делается только для одного, знаете, посеять панику в рядах, что вот теперь Маргарита, наверное, возьмет деньги, а брата отстранили и так далее. Я вам скажу, что завтра Маргарита и сын, один из сыновей покойного Сергея, направляются в следственное управление, где будет заявлено о том, что моя коллега Ирина Хайрулина и я, мы вдвоем являемся адвокатами Маргариты Захаровой, и мы будем представлять ее так же, как мы будем представлять и брата на суде, и в общем всех остальных. И еще раз скажу вам одну вещь, важную, значит, вопрос, я считаю, что вопрос о любых каких-нибудь деньгах, которые предлагает сторона господина Захарова, господина Ефремова, снят. Семья не хочет получить ни одной копейки от Ефремова. Сегодня еще было одно событие, мне позвонил адвокат господина Ефремова, предложил встречу, мы сначала договорились об этой встрече на понедельник вечером, но получив вот сообщения, о которых я вам говорил, я подумал и, в общем, написал ему тоже, что уважаемый коллега, ну у меня есть четкие совершенно, четкая позиция, инструкция, спасибо семье о том, что они не примут никаких денег вообще. И тогда коллега мне ответил, что, ну тогда нет никакого смысла встречаться, и действительно, какой смысл встречаться, о чем мы можем говорить, если вот есть такое заявление. Поэтому это не собирается, конечно, будет долго еще продолжаться, так же, как семью атакуют со всех сторон, что это немыслимо вообще, смотрите, говоря о том, что, ну вот уже ваш близкий умер, так давайте спасем хотя бы Ефремова. Я не очень понимаю, что такое спасти хотя бы Ефремова для семьи. Ну, семья встала на эту позицию, мне, в общем, она понятна. А все еще стали очень религиозными. Сейчас вот все, вот на ком пробы ставить негде, они вдруг все как залудили, не суди и не судимы будете, а кто ж без греха. То есть все такие стали, все прощенцы, что прямо смотришь и удивляешься. У нас, оказывается, артистическое сообщество, это чуть ли не собрание благородных девиц. Ну, минимум. А уж если приглядеться, то, скорее всего, ну, прям вот, не знаю, ну, прям монастырь. Вот просто монастырь. И из монастыря нас всех получают. Да, ну, понимаете, когда я читаю, я вчера об этом вам говорил, а сегодня мне прислали, я читал. Вот, например, извините, я просто прочитаю. А вы сами-то без греха, вот, задают вопрос, и что, ни разу пьяным за руль не садились? А вот я как раз о ней и хотел сказать, об Орбении, ну, просто, ну, слушайте, ну, не укладывается. Я, придом, я не очень хорошо отношусь. Я не понимаю, что случилось, вот, когда человек вдруг такое пишет. Ну, честно, я хотел сказать, что вот я ни разу не садился за руль не только, знаете, пьяным, а выпишут. Ну, есть еще одна вещь важная. Я нашел статистику, важную для меня, например, которая говорит о том, что с момента введения довольно жестких мер, 264-я статья, которая сегодня подразумевает до 12 лет лишения свободы, вы знаете, насколько сократилась у нас авария вот в пьяном виде? Насколько? Вы удивлены. 35 процентов. Это очень много. 30, при том, что... Да, я видел об этом сегодня, по-моему, господин Володин в статье написал, он же был одним из инициаторов, там как раз... И он как раз очень хорошие слова написал, он сказал, что, в общем-то, перед законом, ну, очевидная вещь, что все должны быть равны. Абсолютно. Понимаете, и если... Действительно, я тоже нашел это... Мне удивительно, что мы вместе с Володиной нашли одну и ту же статистику. 35 процентов, да. И теперь встает вопрос, а действительно равны мы перед законом или нет все. Потому что оставшиеся проценты, наверное, считают, что они могут из этой ситуации каким-то образом выбраться. И еще из интересных моментов, что-то происходит вследствие, потому что сегодня, господин Ефремов, насколько я понимаю, был допрошен еще раз, и еще это продолжалось несколько часов. А мы по-прежнему бьемся над тем, чтобы каким-то образом решить проблему с мамой погибшего Сергея Захарова, которой, как я напомню, 87 лет, и которую надо доставить из Рязанской деревни в ГСУ, для того, чтобы она подписала документы о том, что она хочет участвовать в процессе и так далее и подобное, понимаете, и что ее будут представлять там мы с коллегой, и что она будет потерпевшей, понимаете. Ну, не суразится. Ну, тогда, Папа, если нам не удастся привезти ее вот... Потому что я не понимаю, с каким лицом можно зайти к ней и сказать, мама, давайте поедем с вами из Рязани в Москву, потому что следователь хочет вас видеть, и вы должны подписать документы. Я хочу обратиться, не знаю, к министру Министерства внутренних дел. А может быть, все-таки следователь съездит к маме, и может, следователь все-таки, знаете, зайдет в дом к убитой горем 87-летней женщине, у которой орден Ленина, между прочим, на груди. Знаете, это заслуженный человек, перед которым надо встать. Это серьезно. Да, и скажет, извините, пожалуйста, понимаю ваше горе, вот канцелярия, да, бюрократия, бумажка, подпишите это и уехать. Может, все-таки это следователю надо сделать, а не женщине, которая убита горем. Согласен, ну вот, хорошо, что вы разделяете. Нет, я абсолютно с вами согласен, и особенно в условиях, когда и коронавирус, и когда человек в этом возрасте находится в группе риска. И когда, ну, я лично знаю министра Колокольцева. Он реально хороший человек. То есть он, ну, реально человек с большим сердцем. И меня всегда удивляет, когда вот необходимо его лично вмешаться. Я знаю, что нашу передачу смотрит и слушает Ирину Волк, теперь уже товарищ генерал, и она всегда отслеживает такого рода ситуацию. И я уверен, что, ну, все, что надо, сверху скажут. Вот все, что надо, сверху скажут. Ну, хотелось бы, потому что... Не, ну, просто, ну, это, ну, это, ну, это, ну, как-то, ну, неправильно это. Ну, нельзя так. Держитесь, держитесь, дорогой Александр Андреевич. Вам сейчас очень непросто. Спасибо вам большое. Я напоминаю...